Снятие вольтамперной характеристики трансформатора тока с помощью испытательного комплекса RITOM-21 Одной из основных и наиболее важных проверок исправности трансформатора тока является построение вольтамперной и определение передаточных характеристик, которые позволяют вычислить максимально допустимую нагрузку, подключаемую к вторичной обмотке трансформатора. Дело в том, что при насыщении магнитопровода трансформатора тока происходит значительное изменение формы сигнала, что может привести к большим погрешностям в коэффициенте передачи. При этом, чем выше ток, тем выше погрешность. Поэтому при расчете уставок устройств RZA, подключаемых к данному трансформатору, очень важно знать, когда трансформатор работает на линейном участке кривой вольтамперной характеристики, а когда отклонение от него превышает 10%, то есть наступает насыщение магнитопровода. При снятии вольтамперной характеристики может быть выявлено наличие короткозамкнутых витков, одного из наиболее распространенных повреждений трансформаторов. Данный тип повреждения можно выявить по резкому снижению вольтамперной характеристики и изменению ее крутизны. Следует выделить ряд требований, предъявляемых к испытательному оборудованию, применяемому для снятия вольтамперной характеристики трансформаторов. Источник напряжения должен обладать высокой мощностью. Измеритель должен реагировать на среднеквадратичные значения тока и напряжения. Снятие вольтамперной характеристики не должно сказываться на последующей работе трансформатора. Очевидно, что чем мощнее источник напряжения при снятии их характеристики, тем стабильнее форма напряжения и правильнее результаты. В приборе RITOM-21 применяется мощный источник напряжения 3, способный выдавать напряжение до 500 вольт мощностью до 3 кВт Ампер. При помощи данного источника можно проверять трансформаторы тока на напряжение от 0,4 до 35 кВт с напряжением насыщения магнитопровода до 500 вольт. Регулирование источника осуществляется при помощи латера, выполненного из высококачественных материалов, что позволяет получать минимально возможные искажения формы сигнала. Для выдачи напряжения до 2000 вольт совместно с RITOM-21 применяется блок RETVAG-2000. Мощность, которую способен передавать блок RETVAG-2000 составляет 2 кВт Ампера, что позволяет выдавать синусоидальный сигнал на трансформаторы тока на напряжение до 750 кВт. При этом необходимо учитывать, что собственное насыщение внутреннего трансформатора блока RETVAG-2000 происходит при напряжении 2100 вольт. Это значит, что на всем рабочем диапазоне напряжения RETVAG-2000 не происходит искажения выходного сигнала. Данная особенность блока позволяет исключить дополнительные погрешности при снятии вольт-амперной характеристики. При снятии вольт-амперной характеристики в области насыщения магнитопровода трансформатора форма сигнала напряжения и тока искажается. Если в таких условиях в качестве измерителя применять прибор, реагирующий на средневыпрямленное значение входных параметров, вольт-амперная характеристика оказывается завышенной из-за влияния формы сигнала на точность показаний. Приборы, реагирующие на среднеквадратичные значения, лишены подобных недостатков. В приборе RETOM-21 измерение токов и напряжений возможно в трех различных режимах – в среднеквадратичном, в средневыпрямленном и амплитудном. Это позволяет снимать кривую вольт-амперной характеристики трансформаторов без дополнительных погрешностей, появляющихся из-за несинусоидальности измеряемого параметра. В приборе предусмотрена возможность пересчета токов и напряжений с учетом коэффициента трансформации блока RETVAG-2000, что позволяет отображать на экране измерителя реальные напряжения и ток, подаваемые на обмотку проверяемого трансформатора. Если при снятии вольт-амперной характеристики трансформатора тока прекратить подачу напряжения при уровне синусоиды, отличной от нуля, то на магнитопроводе трансформатора может появиться остаточное намагничивание. Наличие остаточного намагничивания может привести к броску тока намагничивания и, соответственно, к некорректной работе трансформатора при последующей подаче тока. Выдача сигналов RETOM-21 организована таким образом, что источник напряжения прибора отключается при переходе синусоида через ноль, что в свою очередь позволяет избежать остаточного намагничивания. Снимем вольт-амперную характеристику трансформатора тока с помощью испытательного устройства RETOM-21. Соберем схему соединения. Для этого подключаем вторичную обмотку проверяемого трансформатора к источнику 2 прибора RETOM-21. Источник 2 мощностью 150 вольт-ампер предназначен для выдачи регулируемого напряжения переменного тока. При этом диапазон регулирования напряжения и тока составляет до 250 вольт и 10 ампер соответственно. Включаем прибор и выводим на индикатор показания измерителя источника 2, напряжения U2 и ток I2. В меню прибора задаем диапазон регулирования выходного напряжения. Выберем средний, до 65 вольт. Включаем источник 2 и вращая ручку регулирования изменяем выдаваемый ток, снимая показания вольтметра. По результатам видно, что мы укладываемся в более точный диапазон регулирования, до 10 вольт. Выставляем его и снова снимаем точки. По снятым точкам строим кривую вольт-амперной характеристики. Снимем вольт-амперную характеристику более мощного трансформатора тока, используя дополнительный блок RET-WAH-2000. Соберем схему соединения. Для этого RET-WAH-2000 подключаем к источнику 3, RET-WAH-21, а трансформатор тока к RET-WAH-2000. Подключаем проверяемый трансформатор к выходу генератора измерительно-трансформаторного блока и устанавливаем необходимый предел тумблером на лицевой панели. Выходы измерителя тока и напряжения подключаем к входам аналоговым RET-WAH-21. В меню мультиметра выбираем отображение показаний RET-WAH-2000 или RET-WAH. А на индикатор выводим показания измерителя RET-WAH-2000, UV и IV. Включаем источник 3 и, вращая ручку латера, регулируем выдаваемый ток, снимая показания вольтметров. По снятым точкам строим кривую вольтамперной характеристики. Существенно упрощает процесс снятия вольтамперной характеристики трансформаторов тока программа внешнего управления устройством RET-WAH-21. Программа позволяет автоматизировать проводимые испытания и сохранять результаты в виде протокола, что дает возможность в значительной мере сократить затраты времени и повысить качество проводимых проверок. Комплекс RET-WAH-21 позволяет проводить полноценную проверку трансформаторов тока. При этом можно выделить ряд преимуществ. Повышается достоверность получаемых результатов, значительно сокращаются трудозатраты и время проверки, комплекс универсален и подходит для проверки любых трансформаторов тока.